Ой, какой там фиг. Ура! Ура! На, чуточки, на, на, чуточки. Ну, в истории города Бендеры много уникальных страниц. И вот история Великой Отечественной войны, это одна из таких вот страниц. Достаточно сказать, что наш город, в отличие от других городов, в Приднестровье, в Молдавии, он освобождался в ходе двух этапов, в ходе двух военных операций. В ходе Одесской наступательной операции, это весна 1944 года, и Яско-Кишиневская операция, это август 1944 года. И после освобождения города в Бендерах вообще практически никого не было, потому что население города перед наступлением Красной армии, оно было эвакуировано. Эвакуировано немцами, вот, в близлежащие районы села, вот, нынешнего Каушанского района. Вот, Парладаны, Киркаешты, Усоя и так далее. И когда войска 68-го силукового корпуса, 3-го украинского фронта освободили наш город Бендеры, то в городе можно было, оставалось не более 10 человек, в основном это престарелые люди, которые все-таки ни война, ни какие другие факторы не заставили покинуть город. Вот, да и сам город, в общем-то, страшную картину представлял собой. Вот, после освобождения он был на 80% разрушен. Вот, он был весь перерыт траншеями. Бурьян достигал роста человека. Вот, и как сказал один из освободителей, оказалось, этот город покинули не только люди, но и птицы. Стояла мертвая тишина буквально. Вот, постепенно, постепенно город начал как-то проживать. Возвращались люди из далекой эвакуации, которые, ну вот, скажем, где-то в Краснодарском крае находились во время войны. Вот так вот постепенно, постепенно город, население города росло. Испытала наша Родина же день победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова